А это разметка и волейбольная тоже, да? Да, конечно. Наносено специальное покрытие соответствующих цветов, установлены щиты с корзинами. Родители, представители городской администрации и депутаты-колейщики проинспектировали строительство спортивных площадок в детских садах нашего города. Напомним, месяц назад компания «Уралкалий» запустила проект «Уралкалий будущим чемпионом». Для нас, колейщиков, очень важно здоровье подрастающего поколения. И компания «Уралкалий» традиционно принимает участие во всех спортивных мероприятиях нашего города. Не только на уровне организации, не только на уровне участия и поддержки, но и на уровне прямого участия в строительстве вот таких вот площадок для организации спортивных занятий детей в детских садах. Всего в городских садиках появится 14 современных спортивных площадок, заниматься на которых смогут 6,5 тысячи юных соликамцев. Ульяна – мама и педагог физической культуры в школе. Считает, что новые площадки помогут сформировать преемственность между разными образовательными ступенями. Если здесь и сейчас в детских садах будет все, что нужно, а начиная с этой спортивной площадки, то и дальше в школе будут просто совершенствовать всех навыков, которые получат они здесь, в садике. Инициатива колейщиков стала логичным продолжением проекта «Кали-баскет», который реализует компания «Уралкалий». Его успехами могут гордиться все жители. Выпускник «Кали-баскет» Иван Ухов играет сегодня за клуб ЦСКА. Еще пятеро выпускников входят в молодежную сборную команды «Парма». Соликамские ребята 2007 и 2005 года рождения в этом году вошли в десятку лучших на первенстве России по баскетболу. Теперь и дошколята смогут заниматься баскетболом. В планах использовать новые спортивные объекты по максимуму. Детская спортивная площадка, она вообще очень хороша тем, что ровная поверхность наконец-то появится. Также у нас будет возможность выполнять элементы спортивных игр, как баскетбол, волейбол, футбол. Дети научатся владеть мячом. Также будут проводиться на этой баскетбольной детской площадке разные спортивные кружки. Все площадки оборудуют мягким безопасным покрытием, баскетбольными кольцами и щитами, а также стойками для игры в волейбол. Подрядчик уже приступил к монтажу. На сегодняшний день у нас из 14 площадок 12 закатанного асфальта. Две планируем закатать на следующей неделе. С этой недели мы начали уже покрывать площадки резинкой, резиновым покрытием безопасных детей. После 15 июля придут кольца баскетбольные, будем устанавливать. В 13 детском саду занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Им важно чувствовать себя на равных и владеть теми же навыками, что и другие ребята. Должны быть равные возможности для всех детей, с их разными навыками, способностями. И на сегодняшний день я считаю, что это будет хорошим подспорьем для детского сада, для педагогов, для родителей, которые хотят видеть своих детей здоровыми, счастливыми, красивыми, спортивными. И вся эта площадка будет сделана с требованиями безопасности, соблюдением всех федеральных требований. Монтаж площадок продолжается. Работы ведутся с опережением графика. Сдача всех объектов планируется в середине августа. Евгения Пантелеева, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.